Всем привет, с вами Ниагара, мы продолжаем, все еще летим, здесь мы на корабле, и у нас тут единственный, по-моему, кто остался, это пилот, с кем мы еще не поговорили, стажер причем, ого, капитан Сиит, Тифа, извини, но я должен показать этим идиотам, как сажать корабль. Не беспокойся, на минуту, да, и Тифа, чтобы не ждало нас, надо быть к этому готовы, иди в центр управления, подготовься, то есть они мне сейчас сказали, иди-ка ты, подготовься, хорошо, центр управления где у вас, а вот он, похоже, ну, кстати говоря, мы вот сюда еще не ходили, дайте-ка я посмотрю, что тут есть, что это, чувачок. Мне скучно, я хочу покататься на Чокоба, так что, пока, фьюх, покататься на Чокоба, что, синий парень, не сегодня. Тифа, благодарю за хорошую работу. Так, кого мы берем дальше с собой? Ну, Барата, естественно, Барата. И 46-й, 45-й уровень, 45-й, 47-й, 48-й, то есть мы, наверное, берем самого-самого прокаченного Сида. Теперь нам стоило бы проверить материи, у кого что стоит, на Барата все нормально, и, блин, экипировка, я не помню, когда последний раз что-то там им делала. Так, 64-й, но, опять же, смотрите, общая атака, проценты снижаются. Хорошо, у нас то появляется 6 слотов, делаем это, золотой браслет, огненный браслет, это поглощает атаки огнем. Я не знаю, будут ли у нас атаки огнем впереди, вот в чем проблема, понимаете, браслет гиганта, тоже, кстати говоря, неплохо. Вот, кстати, а браслет гиганта, это даже получше будет. Холод, так, накидка, единый браслет гиганта мы ему поставим, А здесь, от всех ненормальных статусов, это лента, клауда, кольцо воды, отравление, берсик, сон, живучесть, тьма. Блин, я не знаю, что поставить, ленту? Ааа, ленту, ладно, ленту. Ух, у нас много магии появилось у него. Так, и мы ему ставим, давайте сразу, наверное, поставим все, да, вот на связке, где есть все, плюс эффект, наверное, вот так. Сюда снова все, я знаю, что здесь удача, плюс, сюда какую-то боевую магию нужно поставить, огонь. Здесь у нас будет стоять молния. Так, все, возможно, лечение, что-нибудь такое, прикрытие, не знаю. Лечение, похоже, нет, да? Черт. Так, прикрытие. Ну, хорошо, прикрытие, хорошо, хорошо, это тоже хорошо, нормально. Чокамок, сейчас пока останется. Оживление, ну, давай, оживление. Бахамута-то сюда поставим, и Киаду, наверное, Комета, кстати, тоже неплохо. Комета. В общем, все, что было у нас у Клауда, мы сейчас пока тупо без Клауда. Все, что было у него, мы поставили Сиду. Теперь мы хотим восстановить ХП. Естественно, если у кого-то там что-то где-то, не дай бог, то мы еще хотим и сохраниться. Сохраняемся, потому что сохранение у нас было давненько. Ну, и больше здесь делать нечего, ничегошеньки я бы здесь не найду, поэтому мы возвращаемся обратно на мостик. То есть, мне говорили там, чтобы пойти отдохнуть, и я, собственно, отдохнула. Давайте-ка продолжим наше путешествие. А, мы летим? Мы летим! Да, мы отправляемся. Я помню, когда я играла в Xenogers, подождите, X лететь, ага, то я... Тихо, давай повышу. Это же там, управляла. Такая штука, тут, кстати говоря, нажимаешь вверх, ага, попадаешь вниз. То есть, тут все как-то наоборот. Вот, в общем-то, лететь нам нужно куда-то вот в эту сторону. Вот это, по-моему, деревушка. Ну, судя по подсказкам. Как сказать, я, конечно же, я этой группы прохожу с подсказками, а не иначе. Так, подожди. Мы высадились. Заходим. Местная деревенька. Тут какой-то старичок сидит. Что скажете? Эй-эй-эй! Приветствую честную компанию. Тут у нас Миду. Тихий курортный городок. Просто отличное место, где старые развалины вроде. Нас могут провести остаток своих дней. Говорят, снаружи все далеко не так спокойно. Но тут у нас Тиша, да благодать. Это хорошо. Это хорошо. Здесь, наверное, есть какие-то магазинчики. По-любому же, да. Добро пожаловать в благотворительный магазин. Магазин любви и мужества. К сожалению, ничем не могу вам помочь. Все уже продано. Боюсь, ничего не осталось. Просто шутка. Так, чем я могу вам помочь? Странные шутки у вас. Мужчина. Так, 68. Не будем ничего покупать. А вот перо Феникса давайте-ка прикупим. Давайте-ка прикупим прямо штучек 20. Эфиров тоже нужно прикупить. Прямо 20 штук. У нас денег, слава богу. Навалом нам возможности позволяют. Поэтому мы с вами прикупаем лекарства. Палатки. Палаточками я пользовалась. У нас, ну, в принципе, их очень много. Но все равно. Все равно. Докупаем. Большое вам спасибо. Пожалуйста, приходите. И еще. На всякий случай. Потому что... Мало ли что. Хотя я думаю, что уже сейчас даже в этом состоянии нам хватит всего, что мы имеем до конца икры. Но, знаете, мало ли. А никогда вас тут не видел. Вы не здешние. Ну и как-то в большом мире. Между землетрясением и метеором похоже и правда настанет конец света, как люди говорят. Ох, как все печально. Куда катится этот мир? Куда он катится? Давай-ка сойдем сюда. Тоже чувствую здесь какой-то магазин. Что происходит? Чукоба неинтересные люди, которые не хотят угостить их травой. Почему такая маленькая Чукоба? Значит, эта луна переросток упадет на нас? Тоже не шутка. Надо запасаться припасами, пока они еще есть. С дороги. Эй, двигайся, двигайся. Эй, двигайся, двигайся. Я, кстати говоря, вот когда она говорит двигайся, двигайся, я почему-то не могу двигаться. Добро пожаловать. Наличие налички. А, здесь всегда рады. Чем могу служить? Хм. А что у тебя есть? Здоровье плюс. Увеличивать запас хп. Давайте прямо штучек 3 купим. Вот так. Мана плюс. Раз, два, три. Изменения. Это я не хочу. Гравитация, разрушение. Вот эти магии. Фу. Я вообще им не пользуюсь. Так что давайте еще вот по одной прикупим. По четыре. Вот так. По четыре штуки. А продать? Продать. И что мы сможем продать? Надо посмотреть. Трава. Так. Дротик. Дротик. Почему? Подождите. Когда страшно его продавать? Они такие дорогие. Ладно. В принципе. Я по-моему всем уже все поменяла. Так что. Надеюсь, что я продаю. Что нужно? Соколиный дробовик. Дробовик я помню, что я все-таки не пользуюсь. Аркант, резубец. Мне бы, знаете что, воспользоваться 600. Ну, копье продаем. Так. Мне бы воспользоваться телефоном. Чтобы посмотреть, у кого что там по максимуму. Тогда уж без опаски все продавать. Приходите еще. Потому что иначе мы захламляем очень инвентарь свой. Таскаемся вот такого, как бы, стрёмное оружие с собой, которое, в принципе, нам не нужно. Так что скажете. Все имеет свой конец. Когда-нибудь останет в очеред. Да и миру когда-нибудь придет конец. И сегодня, завтра все уйдут. И всему тоже конец. Так что ждено. Это печально. И ничего нельзя поделать с этим. Поэтому я молюсь за всех вас. Спасибо. Дайте заглянем в его домик. Древнее оружие. Конец света. Выдумки. Я забираю жить еще лет сто. Есть миллионы вещей, которые я хочу сделать. Это только начало. И что Шинра и солдаты делают, чтобы остановить это? Скажи мне, а не бессильно? Вообще-то я прекрасно горничная. Работаю на полуставке в этом магазинчике украшений. Наши товары ничем не уступают лучшим товарам оппонентам. Так, как насчет прикупить чего-нибудь? Наверное, насчет какие-нибудь браслеты предложат. Да, удача плюс 10. Так, атаки огнем. Слушайте, а вот удача, смотрите, самая дорогая. То есть это прямо такой путевый какой-то амулет. Лед, молния, травление. Параличи, окаменения, окоченения. Жаба мини. Парочку вот таких, пожалуй. Остальное все, спасибо. Не надо. Да, благодарю вас. Приходите снова. А вы что скажете? Можно с вами как-то пообщаться. Вы говорите, что не знаете, как-то звезды упадут с небес. Это правда? Я все еще не могу в это поверить. Как это могло случиться? Ну как? Как-то так. Случилось. Теакс. А мне бы, мне бы вот туда спуститься. Хм. Здесь, по-моему, что-то еще есть. Добро пожаловать в благотворительный магазин. Магазин любви и мужества. Чем я могу вам помочь? Почему у вас все время так бегают? Меч. О, обязательно покупаем. Я так думаю, что когда у нас появится клауд, то ему это пригодится. И да, мы тоже покупаем. Пушка. Гребень. Всем, в общем-то, купим все, что их прокачивает. И джестер. Наручник. Кристальный. Кристальный. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Блин, восемь штук. Восемь. Угу. Праслет мага. Ну, какая-то фигня. Ладненько. Хорошо. Паша, вам спасибо, пожалуйста. Приходите еще. Хм. Конечно же, мы к вам придем. Такс. А теперь... А теперь... Как же так? Ты совсем один? Ты потерялся? Разлучен с теми, кого любишь? Как глупо. Уже, наверное, неделя прошла с тех пор, как его выбросило на берег. Того бедняка с торчащими в разные стороны волосами. Как это было печально и странно. В руках он сжимал такой здоровенный меч. Не знаю, как по мне, так ничего хорошего ждать от него не стоило. Но самое удивительное, это его странные голубые глаза. Что? Что? Постойте, что вы только что сказали? Извините. Это человек, о котором вы только что говорили. Да, один из местных нашел его недалеко отсюда, на берегу. Это было где-то с неделю назад. Бедный малыш. Должно быть, его принесло откуда-то издалека. Клауд. Это должно быть он. Это Клауд. Ты уверена? Хе. Хорошая работа, Тифа. Так, где он? С ним все в порядке? Где он сейчас? Да, недалеко отсюда. Больница. Он жив? Клауд, жив! Клауд! Эй, Тифа! Она прямо сейчас забежала в больницу? Ага, точно, представляете. Клауд! Эй! Вы так сюда вырулись, будто хотели сообщить, что метеор рухнул или что-то в этом роде. Простите, но я слышала, что сюда попал мой друг. Друг? О, тут молодой человек. Волнуйтесь. Он за дверью. Но его состояние заставляет желать лучшего. Здесь? Вот здесь? Клауд! Ой, что-то сильно плохо ему. О, Клауд, я так счастлива с тобой. Все хорошо? Клауд? Ох, Клауд, я плохо. Что такое, Клауд? Клауд, что с тобой случилось? Отравление маку, весьма тяжелый случай. Похоже, этот молодой человек подвергся длительному воздействию высоких доз энергии маку. Скорее всего, он не понимает, кто он такой, где находится. Бедняга, он даже говорить не может. Образно говоря, он за тысячи километров от нас. В далеком месте, где никто не бывал. В одиночестве. Доктор. Это плохо. Черт, хорошего мало. Клауд. Давайте освободим помещение. Послушайте, вы бы не были против подождать снаружи? Всех отправил. Баррет просто промолчал. Хотя мог бы и выругаться, как обычно он это делает. Да что с ним такое? Мы же так долго шли, и все было хорошо, все нормально. Почему? Что же мне сделать? Пожалуйста, Клауд, скажи что-нибудь. Скажи, что ты видишь в меня, что слышишь в меня. Пожалуйста, скажи. Я прошла такой путь с Верой. Наши общие воспоминания. Этого не может быть. Это слишком жестоко. О, Клауд. Я... Клауд, по-моему, не приходит в себя. То есть, даже речь Тиффона на него как-то не особо сильно влияет. Как он там? Ну, знаешь. Клауд. Повторяю еще раз, у него было отравление Мако. Я никогда не видел таких тяжелых случаев. Огромное количество Мако проникло ему прямо в мозг. То, что он выложил, можно назвать чудом. Ни одному нормальному человеку это бы не удалось. Неудивительно. После того, как он упал в поток жизни, его вынесло сюда. Но помните, надежда есть всегда. Если вы потеряете надежду, что станется с ним? Надежда. Эй, а если серьезно, хочу ли я, чтобы он вернулся? Что он сделал для мира? Что он вообще может нам помочь? Чем? Может, он не больше, чем тень Сефироса? Вас что-то беспокоит. Нет, ничего. Совсем ничего, док. Угу. А сам загоняется. Все хорошо? Да, простите, что заставила вас волноваться. Есть кое-что, что я должна вам сказать. Меня сейчас волнует только Клауд. Я хочу быть рядом с ним. А путешествие? Да, так, наверное, будет лучше всего. Для него и для вас. Да, ты права, держись, Стефа. Простите. Особенно сейчас. Что-то извиняешься. Мы еще вернемся, проверим, как справляешься. Держись, Стефа. Клауд будет в порядке. Хорошо. Ох, Тифа, неудобно спрашивать такое, но... Ты уверена, что он и правда твой друг, а не тень Сефироса? Что? Ну это... Нет, я полностью уверена. Да, тогда хорошо, извиняй, что спросил. Нам нужно возвращаться, ну, на ураган. Опять лететь. Подождите, а... Ничего покупать и восстанавливать не будем. Что нам теперь делать? Что мы сейчас можем сделать? Неужели мы ничего не можем сделать? Только не говори, что мы должны просто дождаться, пока Клауд поправится. О, у меня есть новости. Да, и о чем же? Что ты, шпион? Да, я уже говорила-то. Ох, ха-ха, я-ха, что-то задумали. Хотите подслушать? Опять что-то они задумали. Руфус. На данный момент у нас две проблемы. Первый уничтожить метеор, второй ликвидировать барьер вокруг Северного кратера и побродить Сефироса. Есть идеи? О, ха-ха, первая проблема уже решена. Скоро метеор будет разорван на кусочки. План уже в действии. Мы собираем огромную материю с каждого региона. Что? Огромная материя – это особо высокоплодный вид материи, созданный в процессе специальной компрессии в реакторах Мако. Она дает 330 раз больше энергии, чем обычная материя. Я-ха-ха, ну как? Мы соберем всю огромную материю вместе, запустим ее в метеор. Это повлечет за собой мощный взрыв, который буквально разнесет метеор на кусочки. Вы собираетесь протаранить метеор? Думаете, наших технических возможностей хватит, чтобы осуществить это? Всему свое время. Сначала мы должны собрать огромную материю из каждого района. Мы уже забрали материю из Нибельхейма. Остались только Коррелл и Форд Кондор. Я уже отослал войска. Хо-хо-хо-хо. Коррелл. Мало им того, что уже было в Корреле. И огромная материя. Это как-то связано с огромной материей. Я слышал об этом. Когда маленькая материя вблизи большой должна противосходить, должна происходить какая-то реакция. Я уверен. На этом основано боевое применение материи. Я не позволю Шинрану вложить лапу на огромную материю. К тому же, когда Клауд вернется, я бы хотела показать ему ту огромную материю. Вот он удивится. Угу. Что я слышал от тебя, Барретт? Ты вечно его критиковал. Вот теперь хочешь, чтобы Клауд вернулся. Да, непростая у меня ситуация. Я ничего такого ни о чем не говорил. Так что замолчи. У каждого отряда должен быть лидер. И это буду я. Ну, я бы этого хотел, но, увы, я не способен быть лидером. Я не подозревал этого до последних событий. Так-то вот. Я думаю, что да, не каждому дается это качество, вот именно, вести за собой толпу качества лидера и так далее. Это очень-очень сложно. Что? 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 Что случилось? Ты был избран нашим новым лидером. Я решила на нем прикололаться. Лишний. Лишний напряги, даже не думаю. Но ведь, чтобы мы могли продолжать наше дело, нам необходим ураган. И ты. Корабль нужен нам для спасения планеты. А кто ведет корабль? Ты. Так, а что теперь? Ты наш командир и больше никого не справится. Блин, больше никто не справится. Что-то он задумался такой, типа. Я? Так, значит, этот корабль спасет планету? А это не слишком круто? Да нормально. Чувак, ты затронул мое сердце. Я тоже мужик, в конце концов. Хорошо, я сделаю это. Все за мной. Итак, нам предстоит первое задание. Центр управления ждет. Да. Мы можем бежать уже. Эй. Я могу управлять Сидом. Эй, Сид. Когда будешь готов, мы направимся к реактору Корала. Давай, лидер, поспеши. Сид. Ну, не отвечай. Лучше не орите. Так, и я сейчас пойду, наверное, знать, что сохранюсь. Мы на этом часть с вами закончим. Если у нас здесь запись. Так, и... Сорок семь. Вот этот раз у нас пойдут в бой мальчики. Так, и... О, блин. Сорок семь-то. Так, и сохраняемся, и заканчивая на этом, да, заканчивая эту серию, мы встретимся с вами в следующей части. Всем до скорого, и пока-пока. Так, и пока.